так случилось что я решил переименовать новости linux в linux панораму это более соответствует задуманному наполнению недавно я перешел с матэ на крысу то бишь x fs и к этому меня привела жажда чего-то нового наверное начинал я свой путь в linux как пользователь kde и gnome куда-то делись скриншоты 2001 года когда я познакомился с linux вот вам взамен скрины 2003 года это мой рабочий стол kde это же gnome то было время телефонного интернета музыкального плеера x mms и дистрибутива mandrake от которого потом отпочковалось много славных linux of я покупал тогда дистрибутивы в конторе под названием la fox net она находилась в помещении во глубине индустриального района в окрестностях улице кажется выборгской сначала заказывал диски по почте а потом пришел как-то за ними вживую и меня узнали как разработчика текстового редактора тия до появления la fox и я покупал диски дистрибутивов через любительскую сеть фиданет и вот я пробовал разные linux и любимым был mandrake но на реальный комп а не на виртуальную машину я ставил также дебен redhead и другие при этом я писал в разные журналы статьи популяризируя linux и снабжал их вкусными скриншотами например такими погодите я таки нашел скриншот своего рабочего стола за 2001 год это гном после скучного оформления в инде linux казался мне глотком свежего воздуха а среди программ с открытым кодом нашлось почти все что мне было нужно кроме игр и софта для удобной работы с музыкой и видео благо все это есть сейчас и вот я сидел то в кедах то в гноме пока гном не взял курс на упрощение и стал приспосабливаться под мобильные устройства тогда я плотно обулся в кеды пока они не вошли в некую фазу нестабильности это совпало с моим переходом на другой дистрибутив после более чем десятилетия работы с mandrake и его последователями частности магии я перешел на манжаро хотел тогда на arch но обломился с установкой которая тогда показалась мне долгой в манжаро а его и обкатал сначала виртуальной машине еще под магией я выбрал рабочую среду матэ и по кажется апрель сего года она меня устраивала но чего-то меня забодяжила перейти на крысу и перешел и не жалею некоторые вещи я теперь могу делать быстрее чем в матэ но сейчас не об этом я столь ленив что предпочитаю настраивать раскладки клавиатуры средствами самой рабочей среды так было не всегда но сейчас это так временно и вот в крысе мне не хватало чтобы на клавиатуре загорался диод scroll lock при приключении раскладки что же я нашел способ решить эту задачу и так идем в настройки крысы выбираем там редактор настроек в нем идем в раздел keyboard layout и открываем справа списочек экскей бей options где добавляем в параметр grow после запятой значение группы лет скрол затем жмем закрыть вот у меня на скрине переключение клавиатуре идет по правому контролу и затем скрол лог служит индикатором а теперь краткий обзор новой версии дистрибутива fedora вот и и устанавливаю вот так она выглядит это новый сороковый гном мне трудно сказать чем он отличается от старого гнома и как ощущается потому что я не имею большого опыта работы с гномами в предшествующие 15 лет я понимаю что за интерфейсом гнома стоит хорошо продуманная концепция просто на не совпадает со мной я не нахожу гном понятным вот так сходу а я опытный пользователь но у меня другой опыт может быть полный чайник получит положительный опыт именно с гномом и для него гном будет сразу понятным я не знаю не гномом привлекла меня fedora но файловой системой бить и rfs better fs water fs по умолчанию эта файловая система была сделана умолчально еще в 33 версии fedora но в 34 включили еще и такую функцию better fs как прозрачное сжатие но об этом позже better fs кстати горячо любима в инфраструктуре фейсбука у better fs есть вкусные плюшки первая из них это концепция каусе о w copy on right при обычном подходе когда вы записываете файл его данные замещают собой занимаемое на диске место в случае использования кау не измененные данные остаются на прежнем месте а измененные или добавленные записываются на новое место таким образом остается прежняя версия плюс добавляется вот это отличие смысл состоит в том что если операции не удалось было прервано даже аварийно то старая копия уцелеет также при копировании ничего на самом деле физически не копируется пока не будут изменены исходные данные а когда они будут изменены то изменение опять же сохраняться в отдельное новое место на диске эту возможность активно используют для экономного создания резервных копий чтобы использовать кау при копировании скажем всей директории надо добавить параметр арифлинк например при этом себе будет копировать файлы не просто так а через api и оси тилл с вызовом команды f и клоун либо на старых ягодах better face а и оси клоун по умолчанию себе ничего такого не делает пока вы не передадите и параметр арифлинк файловые менеджеры постепенно начинают поддерживать рефлинк например midnight commander на утилусе долфин другая плюшка серверного свойства встроенный менеджер томов с его помощью один раздел том физически может быть на нескольких устройствах третья плюшка better fs безопасность операции ибо каждый блок данных имеет свою контрольную сумму случае не совпадение контрольных сумм после файловой операции система поймет что произошла ошибка возможно в случае повреждения диска четвертое плюшка в этот прозрачное сжатие данных при записи и чтении то есть физически хранятся данные в сжатом виде но программы видят их как обычные по утверждением разработчиков fedor и может быть выигрыш в свободном дисковом пространстве до 40 процентов это плюшка такая заманчивая на первый взгляд имеет обратную сторону во первых за сжатие на лету приходится платить ресурсом процессора чем он у вас слабее тем более ощутимыми будут потери в скорости это сказывается кстати и на запуске программ во вторых в better fs вводится очень мутное представление о том сколько у вас место занято сколько свободно словом это файловая система для тех кто знает зачем она им нужно и готовы возиться с ней а для рядового пользователя если он поставил fedor на чистый винт и особо ничем не заморачивается система будет работать несколько тормознее с чем с ext4 и могут быть непонятки со свободным местом в новой fedor также используется новая звуковая подсистема pipe wire призванная заменить одновременно и джек и пулс audio но по словам тех кто пробовал ее с тем же ордером до замены еще далеко и нужно много возни с конфигами опять же это не мой личный опыт у меня нет пока необходимости работать с пайп вайр и нет желания удалять пулс audio чтобы пайп вайр было хорошо впечатление меня как стороннего наблюдателя они пользователя дистрибутива fedor атаковы введение сразу нескольких новых технологий могут не пойти на пользу стабильности будто решили если уж выявлять ошибки то все сразу они постепенно с другой стороны если уж какие-то технологии включены по умолчанию почему их не попробовать хотя бы в виртуальной машине на сегодня все с вами был петр семилетов linux панорама